Нет гостиницы на двору! Нет гостиницы на двору! Жителям дома 12 по улице Студенческой приходится вот так выходить на митинг. Крик о помощи и одновременно мольба к городским чиновникам. Всё дело в том, что жителям многоквартирного дома могут лишиться собственного двора. Он стал лакомым куском для застройщика жилого комплекса. Кругом дороги. Здесь университет правосудия, постоянно народ шум. На метромост дорога. Выйти просто со двора невозможно с ребёнком. Где гулять? Конечно, болит сердце за это. Вот здесь у нас детская площадка. Здесь у нас деревья посажены, которые сажали жители нашего дома студенческое. Вот здесь у нас могут отдыхать дети, песочницы, качели. И всю эту территорию закрытую, зелёную, очень летом зелёную, у нас всё хотят отнять. В 2009 и после, в 2014 годах администрация Нижнего Новгорода так отмежевала территорию, что в итоге компания «Объект строй» должна получить приличный кусок земли. Крупный застройщик с хорошим аппетитом собирается строить гостиницу и парковку. И всё под боком многоквартирного дома. Как заверяют в Департаменте градостроительного развития и архитектуры администрации Нижнего Новгорода, проект планировки и межевания территории в границах Окский съезд, улица Студенческая и проспекта Гагарина утверждён в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. На смежных земельных участках предусмотрено размещение автостоянки для постоянного и временного хранения автомобилей на 58 машиномест. Предусмотрено образование земельного участка с видом разрешённого использования гостиничное обслуживание для строительства гостиницы на 100 номеров, этажностью 1,8 этажей. По странному стечению обстоятельств, гостиничный комплекс по проекту сейчас вроде как вырастает уже до 24 этажей. И всё это, как говорится, по закону. Такое взаимоотношение с компанией «Объектстрой» вызвало возмущение жителей. Активистка дома 12 по улице Студенческой Татьяна Базан уверяет, мнение жителей никто не спрашивал, а сделанная наспех документация по межеванию территории сводится к банальной коммерческой выгоде. Прежде всего, как там указано в жилищном кодексе, что в первую очередь должны были учитываться интересы жителей. Но, к сожалению, жителей никто не спрашивал. Выполнили так, как они посчитали нужным. И нарушив все нормативы. Против строительства высотной гостиницы выступают многие и не только жители 12-го дома по улице Студенческой. Здесь очевидная напряжёнка с объектами социальной сферы, прежде всего образовательными. При такой массовой застройке, при переполненности школ, нехватке детских садов, почему не было предложено жителям обсудить вопрос строительства здесь, рядом с нами, детского дошкольного учреждения? Как может 24-этажная гостиница решить эту проблему? Для нас остаётся большим вопросом. Жители предлагают на всестороннее обсуждение новый проект межевания территории, где учитываются права прежде всего людей. Застройщик навстречу не идёт. Получить каких-либо внятных комментариев пока не получилось и у нас. В офисе компании нашу съёмочную группу нерадостно встречает местный охранник-вактёр. Мужчина с усами всё-таки созвонился с руководством. К нам обещал выйти заместитель директора объекта строя, некий Сергей Кремешков. Мы ждали, но что-то пошло не так. Руководство компании-застройщика ООО «Объект строй» не желает общаться не только с жителями, но и с журналистами. За моей спиной как раз офис компании. Только там предпочитают держать глухую оборону. Жители собираются защищать собственный двор до последнего. На карте стоит комфортная среда проживания целого многоквартирного дома. Сергей Щеплягин, Светлана Кручинина, Василий Терёхин. Время новостей. Итоги недели.